Антон Палч-Чехов Налим Летнее утро. В воздухе тишина, Только поскрипывает на берегу кузнечик, Да где-то робко мурлыкает орлечко. На небе неподвижно стоят перистые облака, Похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни Под зелеными ветвями ивника Барахтается в воде плотник Герасим, Высокий, тощий мужик С рыжей курчавой головой И с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается, И сильно мигая глазами, Старается достать что-то Из-под корней ивника. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима По горло в воде стоит плотник любим. Молодой горбатый мужик С треугольным лицом И с узкими китайскими глазками. Как Герасим, так и любим Оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, Потому что уже больше часа Сидят в воде. Да что ты все рукой тычешь, Кричит горбатый любим, Дрожа, как в лихорадке Голова ты садовая. Ты держи его, держи, А то уйдет она, Фима. Держи, говорю. Не уйдет, куда ему уйдеть? Он под корягу забился, Говорит Герасима хрипшим, Глухим басом, идущим Ни из горта, ни из глубины живота. Скользкой шуты ухватить не за что. А ты за зебры, хватай за зебры. Не беда, аль жабров-то, постой. Ухватил за что-то, за губу ухватил. Кусается шут. Не тащи за губу, не тащи, Выпустишь за зебры, хватай его, За зебры хватай. Опять подчал рукой тыкать. Да и беспонятный же мужик, Прости, царица небесная, хватай. Хватай, дразнит Герасим. Командер, какой нашелся, Шел бы, да и хватал бы сам. Горбатый черт, чего стоишь? Ухватил бы я, Коль б можно было. Мне что при моей низкой комплекции Можно под берегом стоять, Там глубоко. Ничего не глубоко, а ты вплавь. Горбач взмахивает руками, Подплывает к Герасиму И хватается за ветки. При первой же попытке Стать на ноги, он погружается с головой И пускает пузыри. Говорил же, что глубоко, Говорит он, сердито вращая белками, На шею тебе сяду, что ли? А ты на корягу встань. Коряг много, словно лестница. Горбач нащупывает пяткой корягу И крепко ухватившись, Сразу за несколько веток Становится на нее. Совладавшись равновесием И укрепившись на новой позиции, Он изгибается и, стараясь Не набрать в рот воды, Начинает правой рукой шарить Между корягами. Путаясь в водорослях, Скользя по мху, покрывающему коряги, Рука его наскакивает На колючей клешни рака. Тебя еще тут черта не видали, Говорит любимый, Со злобой выбрасывает На берег рака. Наконец, рука его Нащупывает руку Герасима И, спускаясь, по ней Доходит до чего-то Склизкого, холодного. Вот он, улыбается, любимый, Здоровый шут! Оттопылька пальца Я его сейчас за зеброй. Постой, не толкай локтем, Я его сейчас сейчас, Дай только взяться. Далече шут под корягу Забился, не за что и ухватиться. Не доберешься до головы, Пу, заодно только и слыхать. Убей мне на шее комара, жжет! А сейчас под зеброй его Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцем! Горбач, надув щеки, Притаив дыхание, Вытаращивает глаза И, по-видимому, Уже залезает пальцами под зебры. Но тут ветки, За которые цепляется Его левая рука, Обрываются, И он, потеряв равновесие, Бултых в воду. Словно испуганные, Бегут от берега Волнистые круги, И на месте падения Вскакивают пузыри. Горбач выплывает И, фыркая, Хватаются за ветки. Утонешь еще, черт, Отвечать за тебя придется, Хрипит Герасим. Вылазь, ну тебя к лешему, Я сам вытащу. Начинается ругань. А солнце печет и печет, Тени становятся короче И уходят в самих себя, Как рога улитки. Высокая трава, Пригретая солнцем, Начинает испускать из себя Густой, Приторно-медовый запах. Уже скоро полдень, А Герасим и Любим Все еще барахтаются Под эвником. Хриплый бас И озябший, Визгливый тенор Неугомонно нарушают Тишину летнего дня. Тащи его за зеброй, Тащи, Постой, Я его выпихну. Да куда суешься-то С кулачищем ты пальцем, А не кулаком, Рыла, Заходи сбоку, Слева заходи, Слева, А то прави колдобина, Угодишь к лешему на ужин, Тяни за губу. Слышится хлопанье бича. По отлогому берегу К водопою лениво Плетется стадо, Гонимое пастухом Ефимом. Пастух, Дряхлый старик С одним глазом И покривившимся ртом Идет, Понуря голову И глядит себе под ноги. Первыми подходят К воде овцы, За ними лошади, За лошадьми коровы. Подтолкай его Исподнизу, Слышит он голос любимым. Просунь палец, Да ты глухой черт что ли, Пу! Кого это вы, братцы, Кричит Ефим? Налима! Никак не вытащим, Под корягу забился. Заходи сбоку, Заходи, Заходи! Ефим минуту щурит Свой глаз на рыболовов, Затем снимает лапти, Сбрасывает с плеч мешочек И снимает рубаху. Сбросить порты не хватает У него терпения, И он, перекрестясь, Балансируя худыми темными руками, Лезет в портах в воду. Шагов пять, Десять он проходит По илистому дну, Но затем пускается в плавь. Постой, Ребятушки, Кричит он, Постой, Не вытаскивайте его зря, Упустите, Надо умеючи. Ефим присоединяется К плотникам, И все трое, Толкая друг друга Локтями и коленями, Пыхтя и ругаясь, Толкутся на одном месте. Горбатый любим Захлебывается, И воздух оглашается Резким судорожным кашлем. «Где пастух?» Слышится с берега крик. «Ефим! Пастух! Где ты? Стадо в сад полезло! Гони с саду! Гони! Да где ж он, Старый разбойник?» Слышатся мужские голоса, Затем женские. Из-за решетки барского сада Показывается барин Андрей Андреевич В халате из персидской шали И с газетой в руке. Он смотрит вопросительно По направлению криков, Несущихся с реки И потом быстро Семенит купальни. «Что здесь? Кто орет?» Спрашивает он строго, Увидев сквозь ветви Явника Три мокрые головы рыболовов. «Шо вы здесь копошитесь?» «Рыбку ловим!» Лепечет Ефим, Не поднимая головы. «А вот я тебе задам рыбку! Стадо в сад полезло! Он рыбку! Когда же купальня будет готова, Черти? Два дня как работаете! Где ваша работа?» «Бу! Будет готова!» Кряхтит Герасим. «Лет велико! Успеешь еще, ваша скородь, Помыться? Пф! Никак вот тут с налимом Не упраем! Забрался под корягу Словно в норе Ни туда, ни сюда!» «Налим?» Спрашивает барин. «И глаза его подергиваются лаком!» «Так тащите его скорее!» «Ужо дашь полтинчик?» «Ну дружим ежели!» «Здоровенный налим, Что твоя купчиха!» «Стоит, ваша скородь, Полтинник за труды!» «Не мне его, любимый, Мне мне это замучаешь! Подпирай снизу, тащи-ка корягу сверху, добрый человек, как тебе? Кверху, а не книзу, дьявол, да не болтайте ногами. Проходит пять минут десять, барину становится не втерпёж. Василий, кричит он, повернувшись к усадьбе, Васька, позовите ко мне Василия. Прибегает кучер Василий, он что-то жуёт и тяжело дышит. Вылезай в воду, приказывает ему барин, помоги ему вытащить Налима. Налима не вытащит. Василий быстро раздевается, лезет в воду. Я сейчас, бармач-то, где Налим? Я сейчас, мы-то мигом. А ты бы ушёл, Ефим. Нечего тебе тут старому человеку не в своё дело мешаться. Который тут Налим? Я его сейчас. Вот он. Пустите руки. Да чё, пустите руки, сами знаем, пустите руки. А ты вытащи. Да не ж, ты его так вытащишь, надо за голову. Голова под корягой, знам, дело дурак. Но не лая, а то влетит, сволочь. При господине барина такие слова лепечет Ефим. Не вытащите вибрации, уж больно ловко он засел туда. Погодите, я сейчас, говорит барин, и начинает торопливо раздеваться. Четыре вас, дурака, Налима вытащить не можете. Раздевшись, Андрей Андреевич даёт себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведёт ни к чему. Подрубить корягу надо, решает наконец любим. Герасим, сходи за топором. Топор подайте. Пальц в себе не отрубите, говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. Ефим, пошёл вон отсюда. Постойте, я Налима вытащу, вы не того. Коряга подрублена. Её слегка надламывают, и Андрей Андреевич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут Налиму под жабры. Тащу, братцы, не толпитесь, стойте, тащу. На поверхности показывается большая Налимья голова, и за нею чёрное оршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться. — Шалишь, дудки, брат, попался? Ага. По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. — Знатный Налим лепечки Ефим почёсывая под ключицами, чай фунтов десять будет. — Мда, соглашается барин, печёнка-то так и отдувается, так и прёт её изнутра, а? А-а-а-ах! Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск. Все растопыривают руки, но уже поздно. Налим, поминай, как звали. — Субтитры создавал DimaTorzok — Субтитры создавал DimaTorzok